Я как-то так, ну, первый раз на таком, каком-то, не знаю, докладе, изложении, что-ли, своих мыслей, поэтому немножко переживаю, нервничаю. Вот, ну, я думаю, ну, где-то через несколько минут разговора, ну, пройдет, вот. Ну, значит, тема размышлений называется «Материнская и отцовская любовь. Их различия, анализ». Вот, и скорее, наверное, будет анализ не сколько форм проявления, сколько вот природовозникновения, вот так, если выразиться. Потому что мне думается, мыслится, что все-таки источником материнской и отцовской любви они вот разные, разных природ, вот так вот выразиться. Что такое любовь? Начнем с определений. Наверное, так все делают. Вот. Любовь бывает разная, вот так вот я скажу. Это бывает разная любовь, но все равно это остается любовью, как те же самые сорта яблок. Бывает любовь, влюбленность, эротическая любовь, эрос. Бывает любовь, дружба, филия. Бывает божественная любовь, агапы. Бывает любовь родительская, стороги. Это я благополучно списал из Википедии, про то, как греки называли любовь. И все это, конечно, составляет эту самую такую межчеловеческую часть отношений. Но в данном рассуждении под любовью будет подразумеваться желание участвовать в жизни другого. Вот это вот самое родительство, которое есть участие в жизни ребенка, в своем таком вот неком абсолютном выражении, будет рассматриваться как любовь. Забота, опека, поддержание жизни, помощь, воспитание и наказание. Все есть родительская любовь. Ну, все-таки, к ребенку только, да? В данном случае, когда у тебя в законе поддерживают порядок в колонии, это не совсем не означает, что всех остальных любят. Ну, конечно. Просто так к тому, что Анатолий не знает, а Анатолий черный психолог. Да тюремный я, просто работал пару месяцев. Ну, это самое. Но дело в том, что охранник по отношению к заключенному, он осуществляет некое предписание, но не имеет своего внутреннего желания участвовать в жизни этого заключенного. А может так быть? Есть желание участвовать, но это не любовь. Нет, но желания мало, еще и участие должно быть. Нет, но есть желание, участие, но не любовь. Ну, например, когда... Долг, да? Нет, и два человека чувствуют друг друга влагами. Каждый хочет участвовать в жизни другого. Вот я буду любого. Потом очень сильно. Девыто сидят на берегу и ждут. Все с точностью да наоборот. Все с точностью да наоборот. От любви до ненависти один шаг. И по сути дела, по-настоящему ненавидеть того, кто по отношению к тебе чужой, невозможно. Я не могу ненавидеть незнакомого мне прохожего. Поэтому, если я вступаю в ненависть с кем-то, то у нас есть вот это вот самое некое внутреннее такое вот, ну, не знаю, можно даже как-то выразить, такое что-то некое экзистенциальное отношение друг к другу. Вот это вот оно и есть. То есть, когда люди ненавидят кого-нибудь там евреев или монголы-кацапов, на самом деле они их любят. Нет, но нет, когда они ненавидят абстрактных евреев, они не участвуют в их жизни. Я вообще никак как бы... У меня вот слово желание. Ну, хочу заменить, что он очень хотел сейчас. Ну, можно заменить, ну, счастье. Нет, в том-то и дело, что именно, скорее всего, в любви есть необходимость, не просто желание, а когда ты не можешь не участвовать. Нет, ну, понимаете, тут речь идет о том, что у тебя есть такая направленность, можно сказать, интенция, желание. А не за любовь. Ну, что, как бы, ты своим существованием на это направлен, вот на жизнь другого. Да. А уж как это проявляется? Так может проявиться по-другому. Появляется желанием, а не так, что, понимаете, ты привязан к нему, ягод. Чисто терминологический вопрос. То есть, если мы называем желанием участвовать, значит, все желание, все, что не подпадает под него, называется любовь. Если не подпадает, значит, нужно менять определенную. Александр, все это было бы правильно, все это было хорошо, если бы у нас любовь была как некий самостоятельный объект, который можно было бы вот так вот вынести за пределы человеческого переживания, на него посмотреть со стороны, измерить линейкой. И тогда, да, вот если оно квадратное, тогда мы будем в определении писать квадратное, а не просто там какое-то форменное. Нет, речь идет о том, что, скажем, вот я могу некое свое желание участвовать в жизни другого определить как любовь, а некоторое мое же желание в другого человека участвовать, могу для себя, не любовь. И при этом оба этих варианта подпадают под это определение. Значит, в чем-то в другом, в чем я ориентируюсь? Что отличает мое одно желание от другого желания? Вы это различить в себе можете? Могу. Вот то, что соответствует любви, то мы будем иметь в виду. Так, пойдет? Ну, тогда, забывайте про определение. Ну, определение здесь, оно же как бы, оно не дает вам, как и всегда, в общем-то, вы сами понимаете, определение никогда не даст такую вот, как бы, прочную базу, чтобы вам всегда... Нет, ну, хотя бы. Это намек, ну, намек. Это не кричка и признак, через который будет указываться на... В данном случае акцент ставится не на вот эту самую некую, другие формы любви, в данном случае, например, эротическая, любовь к детям. Вот это я имею в виду под словом «любовь» и родительская любовь, вот, которая будет звучать дальше в рассуждении. Чтоб мы это имели в виду, что в данном случае речь идет исключительно о родительской любви по отношению к ребенку. Родитель, вполне себе допускаю, отца, который не очень любит, ну, не любит, он не испытывает чувства к своему ребенку, но при этом у него есть желание участвовать в его жизни. Ну, просто тут параллельно можете быть каким-то другим, своим каким-то другим определением любви. Вы говорите, он не любит, но хочет участвовать. Вам говорят, что именно это участие, это и есть настоящая, как бы, любовь. Все остальное, там, это сентименты. Ну, подождите, есть любовь к чувству, да, а есть любовь, как бы, некого рода деяния. И речь идет, нет, любовь – это всегда чувство, это ощущение. Ну, вот в этом вы не сходитесь с докладчиком, как минимум, и мы сейчас, наверное, чтобы не забуксовать, как мы обычно делаем вначале, ну, тогда нужно назвать это по-другому. Я думаю, навсегда. Потому что, скажем, между мужчиной и женщиной могут быть очень гармоничные отношения, помощь друг другу, желание участвовать, но нет любви. Ну, мы так все ждали. Вашему определению чувства? Ну, нет чувства, я не скажу. Нет любви то, что, вот каждый, скажем, был, они любили, потом превратилась в привычку, любовь ушла. Но при этом они участвуют. Так мы обсуждаем, что психологическое состояние участия – это одно. Так вам сказали, что есть же любовь, дружба, есть. Понятно, что есть разные. Просто вот вы выделяете, как бы, какой-то определенный, так сказать, момент, который невозможно распространить, распространить на всю любовь, понимаете? А вот это участие в жизни… А мне кажется, что вот этот момент, который можешь найти и там, и там, и там, и только есть любовь. А деньги дайте какой-нибудь тренинг? Мы можем просто дать определение альтернативное. Поговорите, потом уже что-то можно… Определение альтернативное дайте для того, чтобы дальше выдвинуться. Я предложил, то есть, скажем, допустим, когда не просто есть желание, а нет возможности этого не делать. Что делать? Человек чувствует внутреннюю потребность, необходимость. Вот тогда ваше время такое понятие «долг». Ну не может он не делать всего долга. Но долг у него настолько велик, что ему даже противно это делать. Нет, долг – это чем-то внешне мотивирован. Всегда какое-то, вот есть какая-то обязанность какая-то… А это вот внутренняя потребность такая, которая… Вот, вот, аж зубы сводит. Ну, тем не менее, всегда есть возможность ничего не делать. Понимаете, Александр? Согласен, конечно. Какая вы думаете, внутренняя потребность? Конечно. Поэтому… Мы по поводу любви можем рассуждать бесконечно долго. И в данном случае вот эта вот самая поправка Александра по поводу некой невозможности, ну, я думаю, что, так сказать, она не помешает. Ну, вполне может быть. Я этого не отрицаю. Да, пусть будет так. Это лишь начало. Ну, пойдем дальше. О том, как проявляется материнская и отцовская любовь по отношению к ребенку. Они имеют… Это от любовь и заботы имеют разные формы, разные смыслы, разные содержания. Разница между миром матери и миром отца. Вот это вот, как бы, такой следующий пункт. В данном случае я буду ссылаться на работу гуманиста Эрихофрома, который занимался как раз такими вопросами любви. Вот. И он дает такое вот определение. Мать – это дом, который мы покидаем. Это природа, океан. Связь с отцом иного порядка. В первые годы жизни ребенка, она весьма ослаблена и совершенно несравнима с близостью матери и ребенка. Зато отец выражает другую сторону человеческого существования. И на той стороне разум, рукотворные вещи, порядок и закон, освоение новых земель и приключений. Отец – тот человек, который вводит ребенка в большой мир. Младенцу необходима безоговорочно-материнская забота, физическая и психологическая. Но после шести лет ребенку нужна отцовская любовь. Это авторитет и руководство. И вот тут вот есть такой вот некий водораздел. Потому что мыслить мать и ребенка по отдельности друг от друга мы, конечно, можем. Но мы прекрасно понимаем, что младенец на неком своем этапе развития, он неотделим от матери. Они являют собой некое такое самостоятельное целое. В том, как отец где-то в стороне. Потому что в первые дни существования вообще, в принципе, если уж так говорить, сама природа, вот так вот, или сама форма задает то, чтобы взаимоотношения между матерью и ребенком, вот они как бы складывались в некое единое целое. Это и синхронизация ритмов после родов. Это и выбор с определенных гормонов. Вся нейрофизиология. Даже такой момент, как отсутствие у ребенка при рождении способности к аккомодации, зрачок не может наводить фокус резкости на объекты. Он, как бы, настроен на примерно приблизительно расстояние, ну, где-то сантиметров 40-50. Для того, чтобы, когда мать кормила ребенка, он, глядя вот так вот снизу вверх, четко видел ее лицо. Так задается вот эта самая привязанность и узнавание ребенком лица матери. Вот такая вот тонкость. Так что все вот, как бы, вот этот вот такой биологический мир, он направлен на поддержание вот этого единства. Потому что, как млекопитающие, вот у нас дети, они не могут самостоятельно поддерживать с рождения свое существование. Поэтому вот это вот обуславливается такими вот механизмами. Материнская любовь – это безоговорочная любовь. Это любовь, не требующая в себе никаких условий. Она есть, она должна быть всегда, вне зависимости от того, какой ребенок. То есть, это инститкт просто? Нет, нет. Это такая форма. То есть, грубо говоря, мать должна любить ребенка вне зависимости от того, какой ребенок. Грязный, который не любит, который уже за материнский. Ну, это уже, как бы, не касается данного изложения, потому что мы рассматриваем в неком абсолюте. Что так, как бы, следовало бы быть. Есть, конечно, сдвиги, есть разные акцентуации. И есть матери, которые бросают детей и так далее. Но это немножко другой разговор. Вот отцовская любовь, по сравнению с вот этим самым, является, наоборот, условной. Отец любит за поступки, за дела, которые совершает ребенок. Если мать – это безопасность и покой, в зависимости от условий вот этих самых первых дней существования ребенка и от отношений, которые мать будет осуществлять по отношению к ребенку, закладывается то самое некое базальное доверие миру. Мир есть благо, мир – добро, мир – хорошо. Если мать не будет откликиваться на запросы ребенка и задерживать, скажем так, удовлетворение его потребностей, мир тогда становится опасным, несущим некую фрустрацию, зло. Отцовский мир – это мир ответственности, обязательств, закона. Добро, зло, порядок – что можно, что нельзя. Мать обеспечивает любовь к жизни, к бытию. Что вот этот мир есть некое благо, что он хороший, что жить есть некое добро. В то время как отец вводит в мир вещи и предметов. Как ими управлять, что ими можно делать, творить. Мать – это мир чувств. Я тебя люблю, потому что ты мой. Потому что ты есть. Ну, а что еще могут ответить маму? Это обозначает, что как ребенку не нужно ничего делать, чтобы эту самую любовь иметь. Достаточно просто быть. Материнская любовь уже прилагается. Но антитезис. Я ничего не могу сделать, чтобы эту самую материнскую любовь получить. Она априорна. У отца все наоборот. Я тебя люблю за поступки. Поэтому тезис следующий. Если я что-то сделаю не так, я лишусь отцовской любви. Любовь за поступки – это странная любовь. Любовь за качество – это поступки. Вот это слово, которое условно-неусловно. То есть любовь всегда безусловна. Если есть условия, то это не любовь. Нет. Это уважение может быть. Это уважение. То есть безусловное желание помочь участкам в жизни и все прочее. Как только возникают условия, то какое же здесь любовь? Это достаточно неестественная точка зрения. Но давайте выслушаем все построение. Да. Понятное дело, что… Так просто можно было сказать самое сделанное. Условие в данном случае имеется в виду не в том, что если ребенок что-то натворил, то отец его ненавидит и все. Отец точно так же любит своего ребенка, какого бы ни был, но он вынужден применять к нему некие требования для того, чтобы через воспитание ввести в мир вещи и отношения. Это другая функция. Это другая форма. Но это та же самая любовь. Это функция, форма, другая. Правильно? При этом любовь может быть и может и не быть. Это никак не коррелирует с любовью. Это методы воспитания, функция. Может быть, отличный отец по выполнению этих функций, отцовских, но не любит. А может быть, любит, просто вот зубы сводит, но ничего не выполняет, потому что не может, там, или лентяй, алкоголик, еще что-то, но любит, просто беззаветно, готов растерзать кого угодно. Но как отец, просто фигня полная. Поэтому это разговор идет о функциях роли матери и отца в распитании, но не о форме любви, потому что любовь, она либо есть, либо нет, и у отца, и у отца, и у матери. Так, в чем вопрос? Есть предложение говорить не о том, что мы различаем две формы любви, материнскую, любовь и отцовство, а о том, что мы говорим просто об архетипе отца и матери, и о архетипе отношения ребенка с матерью и ребенка с отцом. В них, в этих отношениях, присутствует, безусловно, когда присутствует любовь, но сами по себе эти отношения различны структурно. И вот это различие вы укладываете. Остальное, ну, это вопрос уже может быть просто как бы интерпретации или как бы наименование. Да, совершенно верно. Просто может... Ну, проблема вообще термологическая используется, не используется... Главное, что суть ясна. Хотя, тем более, что как бы фром архетипа, это вот, они самонапрашиваются. Ну, главное, вот это вот, сама мысль. Тут, это вот, сама некая... Вот это самое архетипическое разделение, вот, выражает вот эту вот мысль о том, что через вот это самое... Отцовское воспитание, отец учит ребенка руководить самим собой. Валить. Ну, вот еще такой вопрос, а мальчик и девочка, это же, наверное, разное участие в мать или отца. Понятное дело, что отец учитывает мальчика и послушнее. Ну, когда мы занимаемся философией, конечно, всегда мальчик. Ну, ладно, вот это же понимание. Можно представить себе, когда отец воспитывает в смысле ответственности девушку, это не очень важно. Ну, девочек никогда от философии нет. Мать есть, девочек меня отца нет. Ну, есть только некоторое смещение. Я бы сказал так, что всегда, если девочка, то участвует больше в мать, а отец как бы, ну, так, сбоку спритеку, так, помогает. И наоборот, когда мальчик, как бы, смещается в струна отца. А мама уже там... Да, так есть. Потому что, когда есть мальчик, как наследник, который является неким преемником всего того мира, накопленного в багажа знаний, которым является отец, он ему, естественно, этот багаж передает свое имущество, свою империю, свое, не знаю, там, племя, если это какой-то вождь. Поэтому, естественно, он должен его воспитывать, грубо говоря, как второго самого себя. Если это девочка, этим занимается мать. Нет, просто есть отклонение, когда отец воспитывает девочку, то есть, так же, мальчик, и с этой девочкой становится просто вылитый мальчик. Ну, не становится. По своему поведению, по своим там этим... Лишь отчасти. Ну, не становится. У него возникает какая-то жесткость, какая-то возникает ответственность и прочее. Нет, жесткость, потому что возникает. Нет, на самом деле, мы живем, я еще, я предполагаю, что мы сейчас живем в мире, на самом деле, где очень много мальчиков, которые воспитаны женщинами, и они, на самом деле, имеют, как бы, такую женскую структуру, там, характера, и при себе нежные какие-то такие. Ну, вот это надо. И наоборот. И наоборот. И нам это доказать. Ты немножко забегаешь вперед, с этим. Давай вот, как бы, рассмотрим, да, а потом уже будем говорить, что происходит, когда нет одного, нет другого. Это же, как бы, я думаю, Анатолий сам скажет об этом в какой-то момент, там, может быть. Дайте автору хотя бы минут 20, чтобы высказаться. Да, нормально. Я просто зашел, как сказать, издалека, из дебри, чтобы сказать, в принципе, такую, в конце, как сказать, ну, некую небольшую мысль, по сути дела, это такое некое продвижение, может, что-нибудь сам по ходу рассуждения додумаю, так просто. Вот. Это я просто, почему? Ну, вот, я вот, не знаю, все-таки есть некая, такая вот, как сказать, некая биологическая заданность, что ли, в материнстве как таковом. В то время как у отцов все это не наблюдается. Вот про материнский инстинкт можем говорить, а про отцовский инстинкт нет такого. Потому что материнский инстинкт есть некий механизм запускающий, нет никого отецовского инстинкта. Вот я хочу понять, что есть что. Почему мать ребенку мать, и как отец ребенку отец. Вот такая вот задачка-то. Нет, ну, был материал, да, когда невозможно было отцовство установить. Все это, я уже устанавливал по матери. Да. А отцов было много, как вы там, помнили, там, влюбление, да, мужское. Совершенно верно. Там мужская часть. И, в общем-то, они все вместе были отцами. Они эту самую функцию отцовскую просто все вместе выполняли. Да. Она как бы просто распределилась между всеми. Сейчас у нас как бы есть и выделенный отец какой-то, да, вот, который можно знать генетически. Но это... Не всегда, да. Но это ничего не значит. Вот в этом-то и суть. Мы можем установить это отцовство, но оно ничего не будет значить. Потому что это будет, скорее, некий просто бумажка или документ. Если для матери ее материнство, как некая родственность и кровность, является неким просто обязательным условием для становления матери, то для отцовства это является неким таким вот, скорее, неким доказательством верности жены, нежели внутренним экзистенциальным переживанием. А приемные дети, как мать, все бывают, что и приемные люди, как свои? Ну, в том-то и дело. В том-то и дело, что если по отношению к отцу приемной и родной, разницы никого не будет. Отец, он, как сказать, некую свою отцовство признает. Он ее волевым усилием, скажем так, наделяет ребенка с качеством слой. В том-то и дело, как для матери потенциально... Не волевым усилием, это же как бы решение, можно сказать, экзистенциальное решение. Не воля, да, а вот именно решение. В данном, именно вот это самое некое, ну, как сказать, не искусственность, но то, что он это делает. Акт некого действия. Ну, учреждение, можно сказать. Да. Так, может быть, это лучшее слово. Да. То есть, он учреждает то, чего до этого не было. Да, да. Но при этом здесь нет как бы насилия никакого. Нет, нет. Это его решение. Очень часто как бы брали чужих детей и признавали как бы своим, и это было нормально. Среди прочих своих родных детей были еще как бы куча приемных, и они точно такие же были дети. Да, вот именно потому, что отцовское отношение является вот этим самым неким учреждением, которое переносится на ребенка, как бы, а происхождение ребенка уже становится абсолютно неважным. Его, не его, родственные, неродственные, кровные, некромные. В том числе, как для матери это и есть необходимые, важные условия. Вот она, некая разница. Потому что акт рождения для женщины является неким, неким таким экзистенциальным переживанием, который эту самую женщину, ну, не знаю, если так метафорично, как бы не эволюция, а некое такое развитие, что ли. Следующий этап, то, что превращает женщину в мать, вот так вот. Поэтому, не родившись, она может выполнять материнские функции, любить, но это будет не мать. Вот чем загадка. Поэтому, как раз-таки, женское бесплодие, как вот этот самый некий такой невротическое образование, очень важное. Женщина, которая не рожает, которая не может родить, испытывает некую несостоятельность, неполноценность. Как женщин вообще. Ну, это сильно слишком было. Ну, возможно. Потому что это, как бы, говорит не просто о женщине, что он неполноценный, а что человек неполноценный. Потому что женское счастье у женщины, это просто входит в состав ее личности. Она чувствует ущерб в личности, что ли. Ущерб вообще в силу своего бытия, если так можно подразиться. Не, ну просто же есть женщины, которые выбирают, там, карьеру, успех, там, он целенаправленный. То есть у них есть решение волевое, как вот, недавно говорил, да, там, чтобы быть именно личностью, а не рожать. Потому что рождение у них связано с билетками, как бы, с какой-то вот, это, ерундой, да, в котором, как бы, те, вкручения, все его личные, там, карьерные вещи. Тогда женщина начинает жить в мужском мире, как мужчина. В карьере, в работе, без вот этого самого... Просто есть дискриминация, получается, если ты женщина, женщина, у тебя твое место у плиты, как бы, ладно, плиты отбросили, твое место около ребенка. Нет. И нечего тут мечтать о каких-то там успехах и так, и прочее? Нет, почему дискриминация? Ну, это дискриминация, это, по-моему, как бы, это сексизм называется, что там разве была дискриминация? Вы говорите так, что будто вы, как сказать... Это Павла Анатолий это придумал. Да. То, что женщины рожают детей, это, ну, как сказать, не выдумка, это не дискриминация, а так устроена жизнь. Ну, теоретически, может, детей было бы промежуток рожать, может... Ну, вот в том-то и дело, что, когда возникает вопрос о том, почему детей, грубо говоря, нужно рожать, а не брать в магазине, то по отношению, вот, как бы, этот вопрос не разрешается. Можно было бы детей брать в магазине, в любом детском доме, пожалуйста. Да. Можно? Нет, ну, можно было бы просто кладить их здесь в инкубатор, а потом раздавать, кто хочет. Да. И все, проблем нет. Но почему-то для женщины важно именно самостоятельно родить. Нет, ну, тут еще важный момент, что, на самом деле, роды, это же огромная боль, да? Да. И кусок бытия женщины выплевывается, да, и начинает жить самостоятельно. Вот, вот, в этом-то и дело. Женщина порождает это самое нечто, которое потом начинает самостоятельно жить. И в этом, мне кажется, в акте вот этого самого порождения есть некая такая вот, не знаю, что ли, природная какая-то иррациональность, что ли, в желании этого. Почему? Природная – это как раз рациональность. Именно природная. Нет, рациональность, имеется в виду, как некое разумное такое, мыслимое что-то. Сейчас мы опять в определение плавать. Ну, имеется в виду, что пробирки достаточно рациональны. Понимаете? Нет. Нет, нет, нет. Социальная рациональность и природные рациональность. Мне щелкнуло, что социально-рацион…" Avenue", да. — …а природная рациональность, конечно, так и устроила природа. Ну, тогда социально-иррациональность, что ли. Понятно, почему? Социально-иррациональность, да, да. проверки может специально подобрать правильный состав генов, все болезни удалить, кто сейчас умеет, генной инженерии и прочее, и рождать, условно говоря, каких-то там абсолютно здоровых, совершенных каких-то людей, таких как солдат, одного на другого похожего, и раздавать. Это, чё ли, разве-то, да, и денег, пожалуйста, то есть сколько угодно. Назовут и фашистами, и шовинистами, и кем только не назовут, но суть дела-то не меняет. Не, ну просто тогда молодец перестанет быть привязанной к детям и смогут спокойно это развивать, свою личность, совершенство, карьеру, просто. И тогда они станут мужчинами, да? Ну а почему мужчинами станут? Они просто людьми станут, почему? Получается, извините, Балат, как бы женщина не человек, да? Ну, ладно, не знаю, что у вас и так получается. Почему не, Балат, это высказал. Я не сказал это. А на этот вопрос дискутировался многообразно с человеком и женщиной. Человек, человек, ну просто можно спокойно заниматься детьми, рожать детей, при этом делать карьеру, заниматься чёртово-знать чем, чем угодно. Нет, это очень сложно, что одно время сочетание не сочетать. Ну, бывает такое. А у Лиги и Аутлиг? По полтора года. Есть большое количество женщин, которые справляются с этими задачами, А есть большое количество мужиков, которые у них справляются, хотя и никого не рожают, ни с одной из своих задач. Очень много их. Социальный мир настолько многообразен, что мы можем встретить и разные, и мужчины, и женщины, и женщины-мужчины. Они от этого не становятся мужеподобными из того, что она делает карьеру, занимается чёртово-знает, там скажем, теоретической физикой или математикой. Она от этого не становится, она остаётся вполне женщиной. Биологически, да. Ну, не только биологически, социально. Спокойно она ведёт нормальный образ жизни. Ну, вот, как правило, если политик женщина, так, как правило, у неё что-то женское как бы убывает. Она становится, она в мужской мире. Ну, ты панки или мертвец будешь поставить? Не только панки или мертвец, а это много очень. Панки Кертишнях или как это в Адуке? Да как зовут? А вот где-то в этой серии. Железная листья, как её звали? Аня Кертишнях. Макро Кертишнях, ну, пожалуйста. Ну, по нему было сказано, что женщина с железными яйцами, да? Ну, прежнему. Монс, тоже. А что, Кертишня, чем вам подоминается Кертишнях? Нет, ну, это, кстати, получается, что противоречит своему. Именно. Она перестаёт быть женщиной, а буквально встанет даже женщиной. Кертишнях, это, блин, женщина. Я не знаю, Кертишнях. Бывает, вот сейчас два президента, женщины в Аргентине и в Бразилии. В Чене. В Аргентине. Давайте вернёмся. Да, вернёмся к этой тени. К Аргентине? Нет. В Аргентине и в Бразилии, да, к Аргентине возвращаемся. Тут-то можно вот это вот самое, конечно, соотношение пола и гендера. Когда у нас женщина занимается бизнесом, а мужчина занимается, не знаю, там, хозяйством. Ну, такое бывает. Такое бывает. Это же замечательная комедия, как там «Знакомство с факелем». Ребята, давайте не будем обсуждать отличие мужчин от женщин. Мы всё-таки как бы про отношения к женам. Так я так понимаю, что уже сказано всё. Нет, вы не дали сказать, что человек десять минут не говорил. Человек уже всё сказал, но... Ну, почти. Я просто из вот этого самого некого биологической обусловленности, вот этой вот некой заданности природой рожать детей, делаю вывод о том, что важен сам процесс рождения, а не сам ребёнок как результат. Вот это вот некое девять месяцев вынашивать, думать, родить, заботиться – это есть некое, такой кристаллизированный смысл. Как таковое. Так, а может, он навязан тогда, на самом деле? Идея, как всегда, рассказывает про себя, про мужиков. Как же ты защищался? Как же ты защищался? Как же ты защищался? И заменить его просто фактом выращивания ребёнка в пробирке невозможно. Не, ну, можно как, на самом деле, навести какой-нибудь гипноз, да? Прошло девять месяцев, у вас родился ребёнок. Ну, если только так. Гипнозы вывести, и где ребёнка? Если только так. Там все эти гормональные циклы, и всё это завязано настолько крепко, никакой гипноз это не позволит. Ну, и что? Ну, завязано, завязано. Ну, это же, ну, надо же доказать, что это настолько трагично и радикально меняет жизнь женщины. Надо же доказать это, да? Ну, да, это меняет жизнь женщин, но не человек. Вот вопрос только, насколько этот человек, который не будет уже рожать, будет женщиной? Ну, наверное... То есть, скажем так, будет ли она ощущать себя как женщина, и будет ли страдать от того, что не родила? Вот это вопрос. Наверное, самый главный, да? Ну, это похоже на то, как человек, допустим, мужчина, книгу не написавшим, будет постоянно страдать от книги, и он не написал. Ну, дело в том, что не каждый мужчина должен... Нет, ну, условно. А женщина каждая должна рожать. Ну, хорошо. Я имею в виду аналогии, аналогии. Ну, в таком случае, Влад, аналогия, если писатель, допустим. Да. Вот писатель, мыслящийся писателя, не написавший книгу, вот он... Она в природе должна. Вот предначертано ей вот биологически это... Мужику ничего не предначертано. Есть большое количество женщин, которым биологически не предначертано рожать. Да, нет, ну, есть, конечно, исключения. А как это? Ну, так вот. А, биологически, смысл. Не медически лучше говорить. Почему медически? Биологически. Ну, отклонение, здоровье, здоровье, здоровье. Ну, у нас отклонение и здоровье, и болезнь... Давайте мы сейчас обсуждаем как бы отклонение. Опять же. В своем вопросе шел вперед какую-то здоровье. Женщине предначертано рожать. В своем рождении женщина, в своем акте вот этого в рождении ребенка, женщина продлевает себя. Как сказать, размазывает себя по полотну бытия, жизни. Да, да. Выходит в свою предельность. Мужчина во время полового акта тоже всякий раз поднялся. Да. И только... Вы говорите про себя рассказывали. То, как размазывает. Знаешь, люди по-разному. Кто-то книги пишет, а кто-то размазывает себя в половом акте. Скорьским пятном где-нибудь на простыне. Ни разу не размалывал себя в половом акте. Я потом по-то и говорю. Ты совсем другим занимался. Вот я по-то и говорю, да, что не размазывают. Мужчина почему-то не размазывает, а женщина размазывает. Почему это, интересно, так? Ну, не забыли. По бытию, да. Да. Просто мужчины придумывают какие-то теории, да, чтобы как-то потом продлить себя. Типа там. Да. Чтобы оправдать свою невозможность рожать. Да. Именно так. Они рождают по-другому, да. Да. Что ведь мир, вся культура придумана мужчинами, чтобы оправдать невозможность рожать. Да. Мы это слышали. Такой главный тезис феминизма. Есть такое. И теперь… Который взят в нишу. Да. Который тоже был феминистом, да? Нет. Который был просто чуть-чуть просто. Тут-то ключевым является что? Вот если этот самый акт является биологически заданным, тогда ребенок, как некий самостоятельный живой субъект, здесь не важен. Важна его принадлежность к тебе, как к женщине, его родственность, кровность, то, что он вышел из тебя, грубо говоря. А то, что он является неким самостоятельным, где-то гипотетически в будущем развивающимся человеком, это не важно. Для отца это единственное важное, что может иметь какой-то либо смысл. Ребенок как субъект, наделенный… Потому что, когда женщина бесконечно не рожает, то есть и важен, кто выбросит. А просто родил по ним, это здорово не очистит. Исторически так и было, бесконечно рожали. Мы просто… Есть некие социальные и исторические поправки, но, в принципе, так и было. Нет, просто есть у фильма ужасов, где монстр какой-нибудь, а прямо падает, катываются такие шарики и просто все, и стоит, и больше ничего не делает этот монстр. Но есть такой вопрос еще. Если усыновление идет практически младенца, то я не думаю, что женщина чувствует себя чем-то ущербнее. То есть материнский инстинкт выражается не только в самих родах, но и в воспитании. То есть она… То есть мы… Я не знаю таких историй, что вот если не свой, то значит она страдает, она не выполнила свой долг, она… Нет, она воспитывает ребенка так же и чужого. И разница какой-то… Даже в природе такой есть такие. У животных… У животных, да, воспитывают… У животных, да, воспитывают… У животных, да. У животных, да, воспитывают… Да, 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 да. Есть. А есть, а есть, которые быстренько родили, быстренько покормили. Один разик, ну да. И сдали, домчат, нормальное тоже столкце. Главное получить сколько там платят за рождение. Есть и такое. Как бы это… Тезис состоит в том, что она пробирается примерно. Давайте вот можно… Сейчас как бы… Лениться уже, да? У меня… Хочу немножко там философии, так сказать, пропустить. Вот. Ну, не в том плане, что ее не было. Ну, немножко другой. Вот. Если посмотреть немножко так отвлеченно на ситуацию, можно увидеть, что вот эти две функции, матерь и отца, это как бы две логические возможности, фактически, как можно относиться, ну, вот к данному объекту. Там… Или, как поясняется, субъекту, да, ребенку. То есть, как бы, есть две возможности логические, и они реализуются. Именно поэтому эти функции могут как бы смещаться каким-то образом, да, там, отец может как бы относиться, там, может быть, в какой-то момент и по-матерински, вот, и мать может как бы требовать чего-то по-отцовски, и так далее, да, то есть… Потому что это, как бы, две роли, именно две логические возможности, которые, ну, как бы исторически, там, архетипически закрепились и распределились, но, может быть, не случайно, да, вот именно в связи с тем, что биологический процесс обусловлен. Вот. Ну, я просто хотел переформулировать вот эти две роли. Вот. Вот смотрите. У нас человек, как бы, живет, да, и о нем можно заботиться в двух смыслах, на самом деле. Вот. Вот. Можно заботиться, как бы, ну, тут надо вспомнить, там, хейдекерианское различие сущего и бытия. Вот. Можно заботиться, как бы, о нем, как о сущем, то есть, ну, там, кормить его, там, да, оберегать, там, одевать, там, защищать, да, то есть, заботиться о его существовании, о продолжении его существования, как вот, как бы, как некого «что». Вот. И это, как бы, вот, мне кажется, как раз интенсенция материнского отношений, ну, именно архетипического, не конкретно какой-то матери, да, вот, архетип матери – это тот, кто, как бы, заботится о, вот, вот, ребенке, как, а неком «что», вот, поддерживает его существование, вот, оберегает, вот, вот, ну, тем самым он, действительно, как бы, прикрывает его, с собой, там, своим телом, да, своей заботой от всякого, как бы, бытийского, бытийного, вот этого вот, ну, вопрошания, что ли, да, бытийной сложности. Вот. Он не ставит вот этого ребенка перед теми вопросами бытийными, которые должны перед ним стоять, то есть, не ставит его лицом к лицу существованием его. Ну, то есть, если о тебе, как бы, всячески заботиться, ты, как бы, огражден, ты, ну, не ступаешь, вот, собственно, на путь, там, не важно, становление это назвать, или, вот, ты не в полной мере существуешь, вот. А можно же, напротив, да, то есть, другая форма заботы, когда ты, подвергая, допустим, риску, в том числе, да, может, это риск, вот эту чтойность, потому что, ну, не знаю, если ты, как бы, дал какую-то свободу, так сказать, ребенку, да, и поставил вот перед какими-то задачами, он же может, как бы, с ним не справиться, он может там, вот. То есть, он поставлен в ситуацию риска, но при этом он, ты заботишься, скажем так, о его бытии, да, то есть, он, наконец-то, впервые осуществляет себя в полной мере, как себя должен осуществлять человек. Вот. То есть, можно заботиться о сущем, можно заботиться о бытии. Вот, мне кажется, что вот это, это простейшее различие лежит в основании вот этого, вот этих двух архетипов. А мне кажется все-таки, что отец и мать заботятся оба, а что, ребенка. О бытии никто не может заботиться, кроме как сам, сам человек. На биологическом языке это просто звучит, и две функции разных полов, мужского и женского, консервативный и исследовательский, прогрессивный. То есть, даже движение генотипов всегда идет в женский, запаздывает, а мужской с большим разбросом идет впереди. То есть, сохраняется... Так, а почему? Ну, почему? Нет, 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 нет. Очень простой пример, там, допустим, вот, как бы, не знаю, столкнулся с хулиганами, там, ребенок, да, вот, не знаю, подрался он с ними или сбежал от них, да, и реакция матери и отца, да, то есть, мать говорит, хорошо, правильно, что сбежал, там, слава богу, ты здесь, как бы цел, и так далее. Отец говорит, надо было, там, не знаю, с ними подраться, допустим, вот. То есть, ну, это, опять же, он по-разному может... Нет, почему? Нет, подраться с ними? Да, или наоборот. Нет, это может быть подраться. Я говорю про архетипическое. Нет, подраться... Нет, подраться... Нет, это на нас есть. В том-то и дело, что... Подождите, подожди, можно? тебе надо было подраться, он не заботится о каком, что он заботится, он заботится только о том, как существует его сын, как, смело, решительно или нерешительно. Вот к этому самому материнское, то, которое обволакивает, оно растворяет ребенка, а отцовское, оно объективизирует его «я». «Я» ребенка становится, как сказать, явным, может себя как-то проявить. Именно к этому и подстегивают все эти остальные подраться, забраться и так далее. Начать действовать и через действие себя обнаружить. Ребенок имеется в виду. Через действие обнаруживать себя и, соответственно, собственное бытие и так далее. В то время как материнское, оно этого не делает. Ребенок находится в неком таком вот вакууме. Антон, вот хорошее развлечение мальчика и девочки. Когда ребенок мальчик, то отец, естественно, образом хочет, чтобы ребенок был такой же, как он. И тогда возникает, как ты говоришь, что он переносит свое понимание, кем надо быть, как надо себя вести, на ребенка. И, может быть, твое рассуждение как-то проходит. Ну, давай войдем в другой пример. Девочку, да. Тут уже не проходит этот пример. Да. Девочка убежала от этого постановка, а это надо обладаться. Не, не, для девочки, естественно, не подходит конкретно, вот, то есть, для девочки вот эта история с дракой не подходит, потому что в ней, как бы, по-другому не должна проявляться, вот, и... Ну, другая какая-то ситуация. Другая. Если он отец не может сказать, потому что у него бытие другое, у него мужское бытие, он не может навязать женщине, своей дочери. Ну, может быть, тут ты прав. Нет, в любом случае поведение отца в отношении к девочкам или к мальчикам будет разное. А это матерь и матерь. Сохранить статус-кво, оберечь от всего, консервативно, жил дома, никуда, не уезжал, был постоянно под крылом. Ну, не везде, это одно поведение, консервативное, и это относится в общее, в природе, к функции женского пола. Даже ты возьми половые клетки, женские, яйцеклетка, в жесткой капсуле, закрытой. Бывает, что не на баллу. А мужские семейки снаружи болтаются для того, чтобы подвергаться разным воздействием. А мужское поведение, да, в мир, в логические возможности. Это разные возможности, а они встречаются в исключении. Ну, это терминология, я не знаю. Да, разные... Хотя по отношению к мальчику... Ну, как это, ну, как это? Вот если мать может сказать, ты не давай ему сейчас ответ, да, допустим, кому-нибудь там. Вот, ты подумай, посмотри, может, второй, там, третий, понимаешь? Она заботится о ней, как о что, как о, так сказать, о ее будущем, в плане финансовом, не знаю, там, благоустройстве и так далее. Отец ей, ну, как бы, такой, опять же, архетипический отец, скажет, как бы, скажи правду, там, не знаю, реши, там, и так далее. Вот, вот реши, выбери. Вот эта, вот эта, вот эта ситуация, как бы, ну, та, о которой мы говорим. Пожалуйста, с девочкой. Если, конечно, его спросят. То есть, иными словами, как бы, да, вот, забота о бытии, это, ну, как бы, воспитание решимости. Вот, можно так. А я бы сказал, что о бытии может заботиться только сам человек. Ну, это не так. Ну, это так. Можно вот, вот, раз, другим человеком... Отец когда-нибудь умрет, и, получается, врачи будут сидеть и думать, есть же тот отец, которым это мое бытие заботится? Не, 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 ну, всегда, вот, ты вот, допустим, всегда, когда с другим, с другим, с другим, ты сталкиваешься, не обязательно ребенок-то. Ты говоришь, папа, меня бьешь, ты делаешь, папа, дучи, ты делаешь. Просто вот другой человек, ты идешь, другой человек, да? Вот, ты можешь, как бы, позаботиться о нем так, а можешь позаботиться по-другому. Просто вот... А тебе не кажется, что я же, если ребенок вступит в драку, и, на самом деле, как сказал ему отец, то это не будет его выбор, это будет выбор отца. Да, где он? А он просто пожелает выходить отцу. Да, дело не было. А его выбор только будет тогда, когда он сам что-то сделает, помимо отца. Да, но... Давайте вернемся к теме, так же, окладно. Важно, мы сейчас как раз про тему, вот сейчас исключительно про тему и говорим. Вот. Важно, что вот это вот, как бы, ну, эти два типа заботы, на самом деле, вот, вся... Вся родительская жизнь протекает, как бы, вот в бесконечной, ну, какой-то колебании, игре между ними. Да, то есть им все время приходится выбирать. Вот, допустим, разрешить смотреть все подряд по телевизору, да? И тем самым поставить его именно в дисциплину ситуацию открытости миру. Вот как, вот смотри, и решай сам все, принимай решение, что ты будешь смотреть, что не будешь, что поймешь, что не поймешь, кем станешь. Либо ограничить его, решить, что это тебе еще рано, это рано, это рано, это родительство, это материнское. Понимаешь, это забота о сущем. Вот, постоянно идет... То есть, отец говорит, пропадай в воду, ты плыви, и плыви. Да, да, да. Это неправда. Ну, так и делали. Да, и что? Ну, конечно, это... Ну, естественно, как бы, отец, потому что мы говорим, что это разумная сторона, он понимает, что есть определенный возраст, с которым можно ребенку позволить что-то делать. Естественно, но я же говорю, идет игра, понимаешь, вот это есть два полюса, и мать никогда не бывает такой, как бы, вот, абсолютной матерью, которая, как бы, ограждает от всего. Но напряжение всей вот этой родительской жизни, семейной жизни, да, и воспитательной жизни, да, оно происходит между двумя полюсами, вот, как бы, колеблется. Вот, а мальчика бьют, это к чему относится? Мальчика бьют. Ну, интересный вопрос. Спасибо. Наверное, мальчика бьют, что это означает? Это просто есть целая проблема такая психологическая, что мальчика бьют. Ну, наверное, это тема следующего доклада. Ну, ладно, расскажем. Про избитых мальчиков. К вопросу о том самом выборе, который делает ребенок и так далее. Вот через преодоление себя, преодоление трудностей к выполнению каких-то обязательств, которые приучает отец, ребенок учится валить, что-либо делать, выражать свои желания и их осуществлять. Девочку любит валить. Ну, да, очень много девочек. Очень много вижу девочек валяющих. Да. Да. По эволюционной теории пола, геодокеана, это, значит, консервативный и операционный. Две функции. Операционная функция и консервативная. Мужская и женская. Решение каких-то проблем, поиск решения проблем, научение решения проблем и, наоборот, консервация, оберегание, сохранение. Ну, это переброс на воспитание, а так это вообще в природе заложено между двумя полами распределение генетическое. Ну, все. Все-таки, мне кажется, очень важно было провести вот эту линию, что мальчик и девочка по-разному ответы. Телевизор, по-разному. По-разному. А вот вопрос, пускай ли к телевизору, идеальный, как бы, идеальный. Я отвечаю. Мальчик, девочка, неважно. Влад, отвечаю. По-разному. Вот берем мальчика, мужчины воспитывают, и девочку, по-разному. Но по отношению к девочке и к мальчике функции отца и матери одинаковые. Одна консервативная, другая операционная. Одна консервативная, другая операционная. И что по-разному. Естественно, что те слова, которые скажет отец, дочке и сыну, будут разные. Но функцию они будут выполнять одну и ту же. И материнская. То есть они по-разному скажут от дочки и сыну. Но функцию будут выполнять одну, противоположную функцию отца. Анатолий, а вы не знаете, почему в Советском Союзе, может, и другие страны перешли к совместному воспитанию девочек и мальчиков в школах? Ведь до этого было раздельное воспитание. Что значит почему? Ну, было, да. Какая-то аргументация. Да, были школу для мальчиков, школу для девочек и так далее. Ну, не знаю, может, какой-то заговор. По логике, по логике воспитание должно быть отдельным. Почему? Не сихи, как раз. Ну, это же, как бы, опять же, вы сейчас рассуждаете, как мать, понимаете? Да, да, да. Вот, вы в чистом виде рассуждаете, как мать. Надо ограждать, как бы, да? А эти они столкнутся с этой разностью. Мать же не столкнутся с этой разностью. Исторически, исторически. Разделение. Не столкнутся. Да, это же очень интересно, ребята. Девочки быстрее развиваются. Потом где-то в классе шестом и седьмом они смотрят на этих мелких дебилов. Вообще не понимают, как все они могут делать делать. Разница между мужчиной и женщиной исторически раньше была просто катастрофической. То есть, они практически не пересекались. Мужчины, воины, варятся в своем соку, женщины где-то там на задворках. И с развитием социума, с этим историей, они просто пересеклись. Сейчас различия функциональные. Да, встретились. В 20 веке функциональное разделение мужчин и женщин. И до этого стала необходимость поддерживать эту функциональную неразлечимость уже в детском возрасте. Тогда было поддерживать различие воспитания. Но если они как бы столкнутся друг с другом, так или иначе в будущем, во взрослой жизни, то как бы есть два варианта. Либо оберегать их до этого момента, пусть они столкнутся тогда. Либо как бы прям сталкиваться сразу. Правильно? Раньше они не сталкивались вообще. Сейчас сталкиваются. Сейчас сталкиваются. Социальная функция мужчин и женщин сейчас практически не различается. Не семейная, а... То есть, каждый может освоить любую профессию практически. И в каждом социуме, в моей мелкой группе, коллективе есть все мужчины и женщины. Раньше четко разделялось мужской и женский коллектив. И поэтому, естественно, было воспитывать так же, как и будет. Против совместного воспитания, да? Нет, я спросил, вот человек сказал, что я психолог, да, вот я и спросил, что... А вот знаете ли, чем это основано? Ты же психолог. Товарищ сказал, что я этим вопросом не занимался. Нет, просто вопрос не психологический, конечно. Почему? Это не психологический, это социальный вопрос. Нет, ну еще раз, это, значит, у каждого индивидуума на определенном этапе развития... Социально-политический вопрос. Идеологический, я бы даже сказал. Почему не политический? Воспитывая мальчиков среди мальчиков, получаются мальчики. Воспитывая всех вместе, получаем то, что имеем сейчас. А можно девочку воспитать мальчиками и мальчикам воспитать девочками? Все, можно. Воспитать можно кого-то. Попытаться можно, но не получится. А результат чем не получится? А чем еще получится? Гормозный гармон. Ну что, амазонки же были, которые воевали? Ну, ты говоришь, что не надо. А с другой стороны, шварцеги же рожал в фильме. Вы что-то там, ты взлетали, шварценеггера. Это был известный фильм. Хорошая шутка была в семь кадров. Ну, что-то забыли. Значит, бракосочетание, дворец. Подходит пара, мужика вот так. И она, все, хотите ли вы, да, хотите, признаете, не признаете, любви и счастья. Ой, кто же там сообщил? А, у вас есть кто-нибудь, может сообщить, чтобы предотвратить этот брак? Да, мужики не могут рожать. Как? Ты меня обманул? Он, он, подлец, как будто забеременен и выйдет за него замуж. Жениться на нем. Так. Ну, ладно.